Если вы до сих пор не платите за парковку в центре Екатеринбурга, то пора начинать это делать, советуют правозащитники. Минтранс начинает штрафовать нарушителей. Давний спор разрешен, и в скором времени недобросовестные автомобилисты начнут получать письма счастья. Тем более в городе появилось еще почти тысяча платных парковочных мест. Где и в самом деле ли пора начинать бояться, подскажут Анжела Брик и герои ее сюжета. Интервал движения у нас 15 минут, то есть не уйти от штрафа. Всевидящее ОКО Парко назрит в номер. Все припаркованные у обочин автомобиля у системы видеофиксации на особым счету. Те, кого снимает мобильная камера, попали. Владельцы транспортных средств, которые не оплатили парковку, попадают в камеру, затем сверяются с базой данных по оплате через паркоматы. Владельцы, не оплатившие, будут получать штрафы. С сегодняшнего дня работы у операторов прибавилось. Отныне оставлять автомобили на парковках только за деньги можно на центральных участках улиц Малышева, на Луначарского, Мамино-Сибиряка, Красноармейской, Белинского и Попова. От одного лишь вида паркоматов и аншлагов со стоимостью стоянки автомобилистов как ветром сдуло. 30 рублей в час для большинства водителей накладно. Я думаю, что кто здесь раньше стоял, наверное, негативно к этому отнеслись. Потому что для многих 4 тысячи в месяц – это все-таки значительные деньги, если на машине ездить. Никаких скидок и абонементов для жителей близлежащих домов или сотрудников предприятий не будет, отметили чиновники. Ведь за счет нововведений власти хотят не заработать, а освободить центр города от личного транспорта. Для этого установлено еще 24 новых паркомата. Зона платной парковки увеличилась в полтора раза. Мы вводим дополнительно 854 места. То есть общее количество сейчас парковочных мест платных будет 2354. Парковка также остается в том же режиме работы, то есть круглосуточно. По статистике только 40% автомобилистов платят за стоянку. Остальные, видимо, надеются, что письма счастья к ним не придут. И напрасно. Согласно постановлению Верховного суда, город вправе выставлять счета нарушителям, а регион – собирать эти штрафы. Делать это будет не ГИБДД, а Министерство транспорта. Я бы посоветовал платить, потому что все равно такая обязанность имеется. В том случае, если вдруг у администрации города появится возможность наказать правонарушителя, то в пределах срока привлечения к ответственности – два месяца – он его все равно накажет. К слову, штраф за неоплаченную парковку составляет 1000 рублей. Эти деньги пойдут в казну Екатеринбурга. На них, говорят чиновники, будет проводиться ремонт дорог. Анжела Брик, Роман Сумин, Николай Косырев. Новости 41-го канала.